Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракату, приветствуем всех наших подписчиков, всех любителей овец гесарской породы, а также аборигенных среднеазиатских овчарах, в Таджикистане их называют саги дахмарда, саги туджики или саги чупуни. Вот здесь мы наблюдаем атару Ходжи-Исмуила, а рядом находится атара Ходзи. Это мы снимали, когда атары были на перегоне и пришли в окрестности Шоамбары, в родное селение Ходжи-Мирзу-Карима-Мирзу-Рахимова. Ходур-Ахмат-Кунад, пусть с милостью над ним Аллах. И как раз вот это вот сыновья Ходжи-Мирзу-Карима, самый старший Ходжи-Наим, он уже отошел, дальше ушел. А вот это вот атары здесь Ходжи-Исмуила и Ходзи, они вместе, то есть рядом стояли ночью, и вот здесь получилось, что смешались овцы. Они все-таки братья, но овец держат раздельно. И как раз мы здесь наблюдаем момент, когда тех овец из атары Ходзи, которые вклинились в атару Ходжи-Исмуила, отгоняют, выбирают. То есть каждую овцу чабаны знают в глаза, здесь собрались внуки, племянники Ходжи-Мирзу-Карима, ну, в общем, вся родня. Недалеко здесь находится селение, где он проживал, эти места мы с ним все излазили вместе. И, конечно же, вот это его наследие, вот это овцы великолепного качества, это все заслуга Ходжи-Мирзу-Карима-Мирзу-Рахимова, который в течение всей своей жизни отбирал, пестовал вот эту породу, очень сильно переживал за ее чистоту и ратовал за это. Он соблюдал стандарт даже лучше, чем государственные хозяйства, потому что вся жизнь его была связана с этой породой овец, и только ей он давал, как говорится, свое преимущество, вот, все время находился при овцах. И вот дети продолжают его традиции, и мы видим, что овцы качество великолепное, там, учтите, что это овцы вышли с зимних стоянок после окота, они должны быть сейчас очень худые, но, на самом деле, благодаря тому, что в этом году трава была хорошая, овцы выглядят замечательно, и это мы сами можем видеть на примере овец вот Ходжи-Исмуэла, например. Посмотрите, и ягнята упитанные, и матки, а тем более уже нечего говорить ее о кучкарах, которые тоже должны быть сейчас достаточно худыми, но выглядят замечательно. Вы еще увидите моменты, когда мы будем, посмотрим несколько кучкаров, попросим, чтобы потом показали. Вот, а здесь вот все поколовье, это от Ходжи-Исмуэла, опять-таки мы говорим, покажем вам, конечно же, и собак замечательных, без которых ничего не обходится. Вот видите, да, вот с пятнышками овцы, это либо овцы какого-нибудь из Дахмарда, то есть нанятого чабана, либо же просто вот для отметины, чтобы ночью различать овец, свои отары, вот несколько таких приметных овец оставляют. Это брак, вот, ни в коем случае в разведение не идет. Их чаще всего кастрируют, таких овец, не пускают в разведение, но они, тем не менее, хорошо выглядят и, в общем, очень хорошо. Мясо не отличается ничем. Ну, вот коза, конечно же, тоже порода. Вот Джимир Зукарим вот именно вот этих коз любил. И вот в одной из отар у Абдурозыха, например, есть пакистанские пару штуковец, вот которых у нас не любят, но они очень, молочность у них очень высокая. До пяти-шести литров молока дают они в день. А вот это вот мы видим, посмотрите, ягнята вот этого года уже, какие упитанные. Ну, тут же целый сомн, большое количество коз. Как уже мы много раз говорили, козы необходимы для отары, потому что козы ведут за собой отару. Но не все отары используют такое большое количество коз. Тем не менее, вот в отаре Маджимир Зукарима есть много коз. И вот, соответственно, и у Козы, и у Абдурахмона, и у Гуджинаима тоже есть эти козы. Вот они, замечательные козочки. Вот это вот нам поймали Кучкара. Это Щищак, еще даже молочных зубов нет. Это Бузург, это сын Гуджинаима. Вот такой вот парень. Видите, сейчас вот нам покажут. Посмотрите, в каком хорошем качестве он находится в состоянии. В порядке. Вот только два зуба, видите, вот он, Щищак. Состояние великолепное. Мы, опять-таки, мы много раз подчеркнули, много раз говорим, что все эти овцы находятся круглогодично на открытом воздухе. То есть затраты на комбикорм, на какие-то другие подкормки, их просто нет. На самом деле, вот они набирают вес, вынашивают детей и приносят, как говорится, совершают окот, приносят ягнят. Все это на подножном корме, вот на скудной траве. И благодаря этому себестоимость содержания таких овец намного-намного ниже, чем если вы откармливаете овцу в закрытом помещении, в сарае. Потому что, ну, там расход идет на зерно, на подкормки. Плюс, когда овца стоит, у нее, получается, пролежнее. И так, она ложится у нее от цемента или от пола, появляются мозоли на щиколотках. И это, как говорится, побочные эффекты. Ну, и, соответственно, качество мяса не такое, конечно же, так тех овец, которые вот на открытом воздухе, на подножном корме набирают естественным путем вес. А вот здесь мы уже поднялись, это от арахозии. Приехал сюда человек, чтобы отобрать пару кучкаров, вот. Но ему были нужны взрослые кучкары, а таких кучкаров, то есть, получается, не нашлось здесь. Ну, тем не менее, мы воспользовались моментом и посмотрели от Атару Кузи. Вот, Кузи – это еще один сын Ходжимирзу Карима. Мы дружим с этой семьей уже давным-давно, вот, связаны, как говорится, чуть ли не родственники уже, потому что всю жизнь, как я себя помню, мы были-то с овцами. Ну, вот, Ходжимирзу Карим нас знает тоже с юных, знал нас с юных лет, вот, еще знал нашего отца. Вот, с самых тех пор мы, как говорится, общаемся. Ну, и, соответственно, вот здесь мы опять-таки имеем возможность увидеть жизнь и аборигенных собак, которые вот так вот безмятежно смотрят. Это вот Кузи как раз был, Годжимирзу Карима, двое сыновей, вот, абсолютно рыжие, такие же, как, скажем, посмотришь ли на них, скажешь, что русские ребята. Это Годжинаим и Кузи. Ну, это, то есть, в Таджикистане это не редкость, рыжие, зеленоглазые, это не редкость, особенно среди горных таджиков, вот, в Заровшанской долине, на Памире, среди ягнобцев, мочинцев, это не новость. Вот здесь они расположились под вышкой все, как говорится, идет осмотр Атары, с нами вместе приехал вот Абдурахмон, и Абдурахмон, вот, очередному парню показывает поголовье Кузи, а овцы Кузи такие же. То есть, это все вот, если даже сравнивать, смотреть, как говорится, отделить овец или различить их, если их вместе собрать, будет сложновато. Ну, потому что все это одна порода. Вообще, в селении Сурдион, мы уже много раз говорили, это Гесарский район, это абсолютно недалеко от города, где-то километров 30, если ехать. Вот, здесь порядка 16 атар, вот таких вот, как раз, и поголовье овец относительно ровное. Вот здесь мы видим, посмотрите, вы имеете возможность уникальную посмотреть овец перед тем, как они уходят на летние пастбища. Эти овцы, их не отвезли, вот, Абдурахмон своих отвез, а эти овцы пойдут, как говорится, через горы, они сначала пойдут вдоль Лучоба, потом дальше поднимутся, пойдут уже в Ширатола, оттуда спустятся через Оджобигаром вниз. Вот этот Кучкар хороший, но он, как говорится, он уже за Чорьей перешел, Панджи уже не подходит, то есть, и покупателям. Но Кучкар очень хороший, кстати. Вот, и дальше они пойдут уже в сторону Зиде, через Зиде поднимутся Ходжи Санхок, оттуда уже дальше на перевалы в Робид. Вот этого серка, этого козлика Ходжи в прошлом году приобрел у матчинцев. Вот такой, ну, хвалит, говорит, что хорошо себе показал, работает вот так вот будничено. Видите, ребята, все дружные, сыновья Ходжи Мирзукарима, вот Абдурахмон смотрит за овцами козли, козли смотрит за овцами Абдурахмона, и наоборот. То есть, вот сейчас мы увидим момент, когда Ходжи Исмаил привез обед для чабанов, и ему без разницы, в какую отару, то есть, и в свои отары он, свою отару он привезет обед, и также козли. И это вот братская взаимовыручка, она существует не только между прямыми родственниками. Здесь в селе Сухдион, они все друг другу помогают, это много раз мы показывали вам, при погрузке овец, например, собираются они все вместе и идут, помогают. Сначала загружают одних или других, или еще, если вдруг что-то происходит, несмотря ни на что, они прямо ночью срываются и едут в любую часть республики, чтобы помочь с овцами, если какие-то возникают трудности. А это вот замечательные пока были места, это мы снимали в конце апреля, вот это все окрестности селения Сухдион, где находится дом отдых, Шохамбары. Очень полезная вода, там курорт находится, сюда люди приезжают, набирают воду, в смысле, баклажками привозят ее к себе. Ну, есть, конечно, и в продаже она тоже, эта вода очень вкусная. Вот такие замечательные, как говорится, виды, природа, овцы, это вещь, которая не надоедает никогда. Ну, и вот здесь мы подробно снимаем, так показываем состояние овец, чтобы специалисты имели возможность посмотреть на то, как в природных, естественных условиях проживают гесарские овцы. И вот, смотрите, просто глаз радуется тому, что такое отличное поголовье и такое качественное. Очень много здесь элитных овец, кучкаров, и, конечно же, вот мы видим, что ягнята великолепные. В этом году, как говорится, окот не был стопроцентным, потому что, ну, факторы есть разные. На это жаловались многие. Бывает, что 90%, то есть каждая овцематка, которая была покрыта, принесла ягнят. А бывает, ну, когда, ну, не все. И этому, наверное, есть какие-то научные объяснения. Кстати, вот 25 мая пройдет маленькая пресс-конференция, вообще конференция научная в городе Гесаре при поддержке правительства Гесарского района. Вот. И потом будет там объявлено о том, что в июле тоже состоится большая конференция международная по гесарским и курдючным овцам. Об этом сообщил нам Шару Джон Рахимов, это профессор. И мы еще об этом сделаем специальный репортаж. А вот так вот, да, морда завтракают. Вот мы здесь видим и вдуков, и правнуков Годжимир Зукарима. Вот они здесь находятся. И Абдурахмон тут же, ну, сразу же Годжи Исмуэл говорит, ну, что вы показываете, говорит, этот кашу показываете. Давайте покажите мясо лучше. Вот сам Годжи Исмуэл, он очень, очень похож на своего отца. Да, прям вылитый Годжимир Зукарим. Вот он привез как раз позавтракать для людей. Ну, позавтракать, пообедать здесь, видимо, один раз питаются. Вот такие вот дела. Ну, и, конечно же, верные стражи, аборигенцы, линзиатские овчарки. А внизу еще одна отара, мы видим, тоже находится на отдыхе. Здесь вообще перевалочная такая база. Здесь они останавливаются, а потом двигаются все дальше. Ну, и, конечно же, мы говорим уже, что вот без этих верных помощников отары бы не сохранились, потому что это настоящие, реальные рабочие собаки, которые борются с волком. И вот напоследок мы вам показываем аборигенных средиазиатских овчарок из отары Годжи Исмуэлла. Вот как раз здесь, то есть многие из собак в этих отарах, они происходят от Зарда и Сио, этого брата были, который вот Зард пропал. Сио находится на отпуске, на заслуженном отдыхе, в институте. Вот, а это вот все потомки этих собак, замечательные рабочие собаки, которые не раз встречались и с волками, и с медведями. И, как говорится, воистину заслужили имя волкодав, то есть собаки, которые борются с волком, потому что им не раз приходилось встречаться с волками. А для того, чтобы бороться с волком, нужно иметь недюжие способности и готовыми к самопожертвованиям. И вот это вот Пол Вон, это прямой сын Зарда, вот такой, я помню его еще щенком. Вот сейчас он уже сам матерый пес. Очень ласковый, кстати, вот абсолютно, то есть не такой, не... К людям у него нет никакой агрессии, кажется. Вот если подойти к Катаре, когда она стоит на стоянке, и он ее охраняет, тогда, конечно же, могут быть возникнуть проблемы. А здесь вот мы снимаем его подробно, потому что, ну, хотим запечатлеть вот такого великолепного аборигенного среднезиата. Он как хрестоматийный, как будто бы прям со стандарта списан. Такой великолепный песик. И вот такой покладистый, с одной стороны. С другой стороны верный страж Атары. И нарядный такой у него вид, и расцветка такая нарядная. В отличие от своих собратьев, он вот такой вот яркий. Кстати, вот его брат одного, ну, в смысле, получается, не его одногодку, а пониже чуть-чуть, мы отправили в Рушан. Это автономная горно-бадахшанская область. И вот там как раз он проживает. Есть его кадры тоже. Каспер его зовут, тоже великолепный. И вот такой же вот, пожалуйста, Пол Вон. Посмотрите, какие красивые у него линии головы. Вообще он весь классно выглядит. Так что вот это заканчивается на этом наш экскурс. Вот аватары Ходжи Исмуэла и Ходжи Мирзурахимовых, сыновей покойного Ходжи Мирзурахимова, Мирзурахимова. Кстати, вот на конференции будет специально посвящена ему тоже отдельный доклад. Вот Акаишаров Джон пишет, вот сейчас заканчивает книгу о вкладе жителей Таджикистана в создание гесарской породы, ее сохранение. Вот специальная голова будет посвящена как раз Ходжи Мирзурахимову, уроженца, как говорится, Ягнобского ущелья, Анинский район. Вот они переехали еще в детстве, он сюда переехал. Ну, все подробные его истории, его автобиографию на этой пресс-конференции озвучат, все покажут. Так что вот желаем вам удачи, барраката, успехов. Наслаждайтесь кадрами реальной жизни. Чапанов, барраката вам и всем вам удачи.